Добрый вечер. В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Покушение со многими неизвестными. Кто стоит за взрывом в Киеве, унесшем жизни двух человек? Каковы мотивы? Живая мишень. Харьковский подросток в качестве развлечения стрелял по людям из окна. Что теперь, накажут или отмажут? Каталонский десерт. Почему лидер неспокойного региона вместо ожидаемого провозглашения независимости отменил свое выступление? Список Ким Чен Ына. Какие санкции американцы обещают любому, кто сотрудничает с Северной Кореей? Мощный взрыв с не менее мощными последствиями. Два человека погибли и четверо были ранены накануне вечером в столице. Неизвестный заложил взрывчатку в мотоцикл, припаркованный у входа одного из телеканалов. Оба погибших сотрудники МВД. Один бывший. В момент взрыва он проходил мимо. Второй действующий он охранял народного депутата Игоря Масичука, который как раз вышел на улицу вместе с политологом Виталием Балой. Они ранены, как и женщина, которая также находилась неподалеку. О состоянии пострадавших чуть позже. Сейчас давайте посмотрим, как произошла эта трагедия. Десять часов вечера. Киев. Улица Адама Мицкевича. Наружная камера телеканала «Эспрессо» фиксирует, как из здания выходят трое мужчин. Через секунду в десяти метрах происходит мощный взрыв. В эпицентр попадают четыре человека. Через несколько секунд видно, как пострадавшие от взрыва лежат на земле. Среди них нардеп от радикальной партии Игорь Масичук. Первым во время взрыва погиб прохожий, 36-летний Михаил Мормель. Он оказался подполковником МВД в отставке. Его последняя должность в правоохранительном ведомстве – главный инспектор департамента юридического обеспечения. В 2015 году он уволился по состоянию здоровья. Жил в этом районе. Уже в больнице скончался и 31-летний охранник Масичука Руслан Кушнир. Бывший беркутовец принимал участие в событиях Евромайдана. У мужчины остались беременная жена, четырехлетняя дочка. В прокуратуре Киева заявили, он сотрудник патрульно-постовой службы полка особого назначения «Киев-1». Также от взрыва пострадали. Нардеп Игорь Масичук, которого увезли в частную клинику «Борис», политолог Виталий Бала и прохожая. Их доставили в государственные медучреждения. Все трое сейчас находятся в больницах с травмами разной степени тяжести. В прокуратуре Киева заявили, сработало взрывное устройство, прикрепленное к мопеду. По мнению взрывотехников, это была самодельная бомба, смонтированная на базе автомобильной сигнализации. Использовали около полкилограмма тротила. По версии следствия, транспортное средство оставили у входа телеканала за несколько минут до самого происшествия. Это был выбуховый пристрей направленной деятельности. Потому что вот эти кульки 7-мм, они пошли с определенным радиусом. Працует следствия оперативная группа, которая продолжает их собирать и выключать. Поверная количество этих кульок находится и в телах потерпевших. В СБУ происшествия квалифицируют как теракт. А столичная прокуратура рассматривает несколько версий. Первая версия – это замок на убийство Масильчука, которое было организовано спецслужбами Российской Федерации. Вторая версия – это политическая деятельность пана Масильчука, его общественная позиция внутри нашей страны. И третья версия – замок на убийство Масильчука на особистом грунте. Но мы не отказываем и другие версии. Впрочем, с Масильчуком связаны не только политические события и скандалы, но и истории с рейдерством, вымогательством, крышеванием и даже разбоем. В сети выложили видео еще 2014 года, когда нардеп вместе с добробатами ворвался в один из офисов компании в Донецкой области. Более того, в правоохранительных органах Масильчуку приписывают связи с криминальными авторитетами. Блин, что ты наделал? Сука, застрелуйся! Застрелуйся, дурак! Также, по данным силовиков, нардеп имеет определенные интересы в сфере нелегальной добычи янтаря в Ривненской области. Масильчук был фигурантом сразу нескольких уголовных производств. Его обвиняли в хулиганстве, применении насилия и вмешательстве в деятельность судебных органов. И даже во взяточничестве. В сентябре 2015-го бывший прокурор Виктор Шокин на заседании парламента показал видео, где Масильчук озвучивает стоимость депутатского запроса, а также получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. Я тебе рассказываю. Ну, минимум, сто тысяч гривен нести надо, минимум, для отримания лицензии. Тогда с Нарнепа сняли неприкосновенность и взяли под стражу прямо в сессионном зале. Это уголовное дело расследуется до сих пор. Александр Васильченко, Алина Зеленская, Иван Матриченко, Вячеслав Ролов. Подробности – телеканал Интер. После взрыва и ранения Игоря Масильчука на второй план отошел скандал вокруг лидера его партии. Хотя еще вчера вся страна бурно обсуждала радикальное везение Олега Лешко, который пояснил полмиллиона гривен доходов благосклонностью фортуны. И, судя по декларации, она улыбнулась ему трижды. Правда, пользователи соцсетей сразу же предположили, что за этой удачей на самом деле кроется нехитрая схема легализации незаконных доходов. Лешко, как оказалось, трижды выиграл в лотерею. И не каких-то там 15 гривен на новый билет, а больше полумиллиона. Хотя, по словам радикала, он обогатился даже не за счет лотерейных билетов, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов. Проверить это невозможно, ведь национальная лотерея, в которой якобы и повезло радикалу, не имеет права разглашать информацию о выигрышах без согласия участников. На ПК, которое и должно изучать доходы и расходы чиновников, а также проверять легальность заработков политиков, лишь обещает установить источник полумиллионного фарта главного радикала. Нардеп Сергей Каплин назвал выигрыш Лешко очередной декларационной аферой и добавил, что обратится по этому поводу в антикоррупционные органы. И вернемся ко вчерашнему взрыву, в результате которого, я напомню, два человека погибли, три были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Одна из пострадавших, 56-летняя Надежда Тарасенко, до сих пор находится без сознания. Она в реанимации больницы скорой помощи. Как сообщило издание «Украинская правда», ее дочь, женщина, шла с работы домой, когда прогремел взрыв, у нее тяжелая травма головы, осколки попали в мозг. Врачи не дают пока никаких прогнозов относительно ее состояния. По словам дочери, полиция с ней говорила лишь один раз. Основное внимание правоохранителей, по ее мнению, уделяют народному депутату Масичуку. Состояние самого Масичука, которое, я напомню, в отличие от других пострадавших, находится в частной клинике Борис. Врачи оценивают как стабильное. Ему уже сделали операцию. По словам докторов, у нардепа сильно повреждены конечности. В меньшей степени внутренние органы. Часть осколков извлечь еще не успели. В то же время угрозы жизни нет. Впереди у Масичука еще одна операция и как минимум три недели стационарного лечения. И о состоянии третьего пострадавшего политолога Виталия Баллы. Сведения очень скудные. Ни врачи, ни родственники не дают никаких комментариев. Известно, что он находится в 17-й городской больнице Киева. Туда отправился мой коллега Геннадий Вивденко. Он сейчас с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Что тебе удалось узнать? Расскажи. Наталья, похоже, что именно политолог Виталий Балла получил наиболее тяжелое ранение среди пострадавших. По словам коллеги Виталия Алексея Голобутского, после ранения тот еще мог говорить. Затем его прооперировали. Насколько нам известно, пострадавший пока не приходит в сознание. Он в медикаментозном сне. По неофициальной информации, Балла получил проникающее ранение внутренних органов и находится сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Друзья хотели его перевезти в частную клинику. Однако медики пока категорически запрещают это делать. Медикам также родственники Баллы запретили комментировать состояние его здоровья. Об этом нам рассказал врач 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников. Наталья, это пока все новости. Спасибо, Геннадий Вивденко рассказал нам о состоянии Виталия Баллы, который сейчас находится в 17-й городской больнице столицы. Раскрыть преступление как можно скорее требует Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Протестная акция у Верховной Рады продолжается. Возле парламента по-прежнему стоят палатки. Первый вице-спикер Ирина Герасченко сегодня назвала действия пикетчиков популизмом и игрой в рейтинге. Призвав при этом лидера самопомощи Андрея Садового оценить действия своих подопечных. В частности, домовую шашку Семенченко в парламенте и драку Соболева с участником АТО на акции протеста возле Рады. Кроме этого, на своей странице в фейсбуке Герасченко написала, что Украина начинает отопительный сезон с рекордно низким запасом угля. И опять же, по ее мнению, благодарит за это следует также фракцию самопомощь, поскольку эта политсила была инициатором экономической блокады оккупированных территорий Донбасса. Денег на жилищно-коммунальные субсидии хватит всем. Об этом в Полтавской области заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он посетил горно-обогатительные комбинаты. Глава правительства отметил, что оснований для роста тарифов на коммунальные услуги нет, как и причин для подорожания газа для населения. Очередной визит миссии МВФ ожидается в ноябре этого года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий. По его словам, следующий транш в размере 1 миллиарда долларов может поступить уже в первом квартале следующего года. После чего ожидают еще один, уже на полтора миллиарда. В целом же программа СМВФ предполагает выделение Украине более 17 миллиардов долларов, пока Киев получил почти половину этой суммы. Обыски у бывших руководителей Банка Капитал. По словам генпрокурора Юрия Луценко, именно через этот банк экс-министр налогов и сборов Александр Клименко отмывал деньги для незаконного возмещения НДС. Всего военная прокуратура провела 25 обысков. Луценко написал, что одним из руководителей филиала Банка был отец народного депутата от БПП, но имен не назвал. У Беглого Януковича снова новый адвокат. Им стал Игорь Лишенко на этот раз. Его представили сегодня в Болонском райсуде столицы. Это уже третий государственный защитник по делу о госизмене Виктора Януковича. Родом Лишенко из Николаевской области, лицензия адвоката с февраля 2012 года. Суд удовлетворил его ходатайство и дал ему время на ознакомление с материалами дела, после чего объявил перерыв до 4 декабря. Вы что думаете, что слова это и слова, а дие это и дие. Я уже сегодня могу надать все материалы, фото, видео, доказательства, материалы в текстовом формате. Сторона виноватчиня будет только сприяти новому защитнику, чтобы он выучил и подготовился до процесса. Не прекращаются обстрелы украинских позиций в зоне АТО. С начала суток 9 провокаций практически по всем направлениям. Очень напряженная ситуация на Авдеевском плацдарме. Больше часа противник атаковал силы АТО в районе Песок. Последствия этих обстрелов видел Руслан Смещук. Поселок Пески. На момент нашего прибытия на позиции тут стоит тишина. До этого был дневной бой. Под прикрытием бронемашин пехоты боевики атаковали армейцев. Застосовывали бехи, минометы были, працювали по нашим позициям. Ну и стрелкотняшка, конечно. Крупнокалиберные кулеметы працювали. Они из-за зеленки працуют, то они не могут так праценно обстреливать. Они приблизительно знают наши позиции. На улицах разрушены из-за постоянных обстрелов дома. Особенно достается зданиям, у которых два и больше этажей. Теперь они ненадежное укрытие. Поэтому бойцы выбирают подвал или одноэтажные постройки с крепкими стенами. Противник вел интенсивный огонь. БМП первая, вторая работала, СПГ. И чуть что, при любом таком замесе, сразу они лопят по большим домам. Вот, хорошие ориентиры. Когда обстрелы противника становятся слишком интенсивными, военные открывают ответный огонь на поражение. За последнее время тут уничтожили минимум две огневые точки боевиков. Было несколько ситуаций, когда противник, например, полдня задал бы нас из одного, например, своего дота. Там калибр 14,5, 12,7. Гранатометы начинали вот это вот. Дали ответку один раз. В один дот там рикошетом попало, зажгло бревно, он за ночь сгорел. И уже уезжая с позиций, мы встретили вот этих людей. Анатолий, бывший танкист и участник АТО, с товарищами постоянно приезжает на передовую. Из Кировоградской области бойцам привозят разные вкусности. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». Секретные материалы. Данные следователи о крушении малазийского Боинга в 2014 году на Донбассе могут навсегда остаться засекреченными. Речь идет в частности об отчетах Кризисного комитета министров в течение нескольких недель после трагедии. Голландские СМИ требовали их обнародовать. Суд первой инстанции поддержал прессу, а Министерство безопасности обжаловало это решение. И вот теперь Государственный совет Нидерландов, который выполняет роль Верховного административного суда, разрешил скрыть эти данные. В решении указано, что данная информация может навредить отношениям с другими странами. Через два года законодательная база и оборонный сектор Украины должны соответствовать всем стандартам НАТО. Об этом сегодня заявил главный дипломат нашей страны Павел Климкин. О диалоге Киева с Североатлантическим альянсом и перспективах членства говорили на международной конференции. К чему в итоге пришли? Подробности в материале. Разговор во благо безопасности. 120 участников из разных стран мира, Америки и Европы. Политики, дипломаты, эксперты. Все они участвуют в международной конференции, посвященной трансатлантическому диалогу. Мероприятие организовано при поддержке фонда Бумбураса. Главная цель этой конференции – это изготовление какой-то платформы. Платформы для обмена идеи. Обмена идеи за счет евроатлантической перспективы Украины. Все знаем, что ключевое сегодня слово для Украины – это мир, безопасность и стабильность. А мы стараемся, чтобы эта конференция сделает первый шаг. Время для этой встречи выбрано не случайно. Накануне саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября, и польского саммита НАТО. Украина уже начала диалог о предоставлении заявки на присоединение к Альянсу. Теперь, по утверждению МИДа, нужно показать, что это не только намерение. У нас есть очень амбитная мета. До 2020 года мы должны адаптировать весь наш безопасный оборонный сектор до стандартов НАТО. Ну и, конечно, мы должны очень четко идти за погодженную логику и погодженным графиком. А уже после, отмечает министр, можно говорить о сроках и предоставлении членства в организации. Поддерживать реформы Украины, утверждает в Альянсе, готовы. Мне кажется, у Украины есть грустный опыт реальной войны. Украина постоянно с этим имеет дело и, к сожалению, может делиться опытом гибридной войны. Мне кажется, сейчас это привлекает все больше и больше поддержки. И чаще говорят о приближении к стандартам НАТО. Трансатлантический диалог продолжит и завтра. Дискуссия начнется с самого утра. На этот раз вступят украинские парламентарии и международные эксперты. Богдан Вербицкий, Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Минюст игнорирует решение высшего админсуда о смене лидеров социалистической партии. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. По его словам, министр Павел Петренко и его подчиненные отказываются узаконить отстранение от руководства СПУ Ильи Кивы и Петра Устенко. Поэтому Каплин требует расследовать нарушения как псевдолидеров, так и самого министра юстиции. «Вещий адміністративный суд, судді, обязали министра юстиции Петренко, чтобы он внес изменения в реестрах Министерства юстиции и зарегистрировал главой социалистической партии Украины Каплина Сергея Миколаевича. Мы сьогодні через бездіяльність министра юстиции подаємо звернення про скояння злочину до Генеральной прокуратуры Украины. Від сьогоднішнього дня в якості подарунку для Петренко. Ми будем ловити його за кордоном на відпочинку і в робочих поїздках. Пришов час виконати решення суду». Нацагентство по вопросам противодействия коррупції проведет полную проверку декларации Дмитрия Бутта за 2015 год. Об этом стало известно из решения органа от 20 октября. Напомню, после ряда наших материалов о шикарной жизни замначальника Главного следственного управления нацполиции, НАПК приступило к проверке его отчета за 2016 год. О том, где живет, как отдыхает, на чем ездит простой украинский полицейский, подробнее в материале. «Как стать миллионером при годовой зарплате в 200 тысяч?» Ответ на этот вопрос наверняка знает замначальника следственного управления нацполиции Дмитрий Бут. Всю жизнь, находясь на госдолжностях, он сумел сколотить приличное состояние, которое исчисляется миллионами долларов. Только за последние три года Бут купил две квартиры площадью более 200 квадратных метров в самом дорогом жилом комплексе страны и дополнительно три парковочных места. Это приобретение обошлось чиновнику более чем в 600 тысяч долларов. Дом на 360 квадратных метров в селе Гореничи, принадлежащий якобы отцу Бута, эксперты оценивают более чем в один миллион долларов. Несколько лет тому Бут засветился с продажей гостиничного комплекса на Бердянской косе стоимостью порядка полумиллиона долларов. Но и он записан на родителей. Ездит Бут с супругой на внедорожниках Volkswagen Touareg. В декларации чиновник оценил автомобили в 130 и 170 тысяч гривен. А вот официальный дилер такое авто в максимальной комплектации оценивает в полтора миллиона гривен. Еще одна машина – внедорожник Range Rover, на котором водитель возил сына обычного полицейского в одной из самых дорогих гимназий столицы. Годовое обучение здесь стоит 225 тысяч гривен. Недавно стало известно, что после наших расследований теперь к школе подъезжает обычный белый Touareg. Более 300 тысяч платит чиновник за учебный год младшей дочки в Новопечерской школе. А вот старшая из Украины уже уехала. Сейчас она получает образование в Великобритании. Отдыхает Бут тоже не в родных краях. Анталия, Цюрих, Милан, Дубай, Венеция и Рим. Одни только перелеты обошлись чиновнику от 300 до 900 тысяч гривен. А по подсчетам туроператоров, отдых на 5 человек в течение года мог обойтись полицейскому минимум в полтора миллиона гривен. Этот перечень далеко не весь список расходов семьи Бута. Загадкой остается лишь происхождение его денег, что и предстоит узнать антикоррупционным органам. Веганы по неволе. Мясо может стать для украинцев деликатесом. Традиционно из-за очередного подорожания. С чем связаны новые цифры на ценниках и что с ними будет ближе к Новому году? Выясняла Любовь Кукла. Это один из столичных рынков. Из-за очередного скачка центра продавцы жалуются. Клиентов нет. В мясном отделе полнейший штиль. Не было и не мое еще. А сейчас вообще и не мое. Ну не берут в таком количестве, как раньше брали, а берут сейчас меньше. Еще бы, ведь мясная корзина подорожала почти в два раза. Дорого, очень дорого. Цены космические. За килограмм свинины в среднем жителям Киева нужно отдать 100 гривен. За говядину немногим больше – 110. Сало, как и вареная колбаса – 70 гривен за кило. Дешевле всего традиционно куриное филе – 55 гривен за килограмм. Все виды мяса без исключения подорожали в этом году более чем на 30%. Вера Александровна идет с рынка со скромными покупками. Говорит, это все, что может себе позволить. Из-за невероятно высоких цен мясо для ее семьи уже деликатес. О, все, дивится, 20 и 15, и того ничего. Дивится, 115 гривен индейка. Нормально? Для 1400 зарплаты пенсии. И все. Нет слов для выражения. Людям мясо и сало стало попросту, не по карману. Цены растут каждую неделю. А продавцы рассказывают, из-за подорожания продажи упали в три раза. Эксперты новые ценники объясняют просто. За счет того, что люди сокращают сейчас поголовье из-за африканской чумы свиней. Из-за того, что крайне тяжело кормить. И приходится покупать еду конкретно для свиней. Но это далеко не все сюрпризы. По словам аналитиков, мясные продукты подорожают еще больше. Обычная курица украсит далеко не каждый новогодний стол. Хотя власти неоднократно обещали обуздать галлопирующую инфляцию. Любовь кукла, Елена Миндалек, Владимир Самченко и Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Массовое отравление детей в Черновцах. Более полусотни учеников после обеда в школьной столовой почувствовали себя плохо. Но сотрудники школьного пищеблока утверждают, что проблема не в еде. Так в чем же разбиралась Ольга Поломарек? Накануне ученики младших классов остались на продленке. После обеда в школьной столовой буквально через пару часов детям стало плохо. Выяснили, что близко 50 детей початковой школы больше. Жалуются на боль в животе. Нема от учителей скарг, нема звернень. И, как я уже сказала, от учеников старшей школы также нема. Дочь Александра Болтунова сейчас в областной больнице. У девочки острое отравление. Отец подозревает, ребенок заболел именно из-за школьной еды. Это маленькая дитина. И вы, наверное, понимаете, как это привезти в лекарню, покласти ей те капельницы, и сколько это батьки вытрачают на это своих нервов. На данный момент ей трешки краще. Лекари работают. А тут будем разбираться. А вот в школьной столовой убеждены, отравиться их едой дети не могли. Продукты ежедневно проверяют. Так же, как и медицинские книжки сотрудников пищеблока. Несмотря на инцидент, занятия в школе решили не отменять. Так же не планирует и расторгает договор с частным предприятием, которые поставляют продукты. Он может подозрить, что много детей харчуются, и каждая дитина имеет свою проблему. Не имеют и руки, может, не полностью. Не всегда можно доглянуть действительно это. А так, чтобы к харчу, я считаю, что наша столовая достаточно хорошо готовит. Сейчас в больнице остаются двое школьников, остальные лечатся дома. Что же действительно стало причиной отравления, сейчас выясняют специалисты. После обеда пищеблок закрыли и опечатали. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Золотые яйца. Житель столицы по поддельным накладным увез со склада птицефабрики в Киевской области куриные яйца на 800 тысяч гривен. В полицию обратился директор этого предприятия. Уже через несколько часов мошенника задержали. Тот, говорит, выполнял заказ и адрес доставки ему должны были сообщить позже. Сейчас эту информацию проверяют. Количество жертв Хайковского ДТП достигло 6 человек. Сегодня утром в больнице скончалась Диана Берченко. Девушка так и не пришла в сознание. В очень тяжелом состоянии остается беременная Жанна Власенко. А вот Юрия Неудачина, который перенес операцию на ноге, завтра выпишут домой. Все подробности узнаем от Светланы Шекеры. 24-летняя Диана Берченко умерла утром. Врачи говорят, у организма просто не осталось сил бороться. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого. У нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма. Уже начался отек мозга. Врачи делали все, что не могли. Друзья рассказывают, Диана еще студенткой стала работать бизнес-тренером в контакт-центре иностранной компании. Последнее время жила в Днепре. В Харьков приехала на тренинг. Была преуспевающим тренером в этой компании. Она была очень коммуникабельная. Она была очень позитивная. С чувством юмора человек. Всегда шутила, никогда у нее. Всегда знала, как подбодрить, как помочь. Сестра Дианы, Оксана Евтеева, пришла в себя, но до сих пор в тяжелом состоянии. Девушка еще не знает, что во время аварии погиб ее муж, а сестра умерла в больнице. Друзья собирают деньги на лечение и реабилитацию Оксаны. И просят справедливого наказания для виновников ДТП. Ребят это не вернет и родителям от этого легче не станет. Но тем не менее мы надеемся на справедливое решение. И что все-таки виновные должны быть наказаны. Для примера другим. Сегодня журналистам показали СИЗО, где находится главная подозреваемая Елена Зайцева. Она сидит в камере вместе с девятью ранее не судимыми женщинами. Снимать их не разрешают, поэтому журналистов провели в соседнюю похожую камеру. Облаштована камера типично. То есть есть спальня, лишка, стиль для принятия ежи, полицы, умывальник, сангузол. Такий миниатюрный душ. Место для сохранения особенных вещей. То есть, может быть, и все. Телевизор так. Погибшую Диану Берченко похоронят завтра в Харькове. Что же касается Елены Зайцевой, она будет в СИЗО до окончания следствия. То есть, как минимум, до середины декабря. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. И там же, в Харькове, очередной опасный для жизни инцидент. Средь бела дня несколько студентов открыли с балкона стрельбу по пешеходам. Все происходящее снимали на мобильной. Даже выложили видео в Инстаграм. На кадрах четверо молодых людей развлекаются в квартире на улице Пушкинской. В полицию обратились журналисты, которые увидели публикацию. Парней вычислили довольно быстро. У них в квартире нашли гильзы и пистолет, предварительно газовый. Всех доставили в райотдел. Любителям поохотиться на людей в районе 20 лет. Стрелявший студент-контрактник факультета иностранных языков. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Проверят всех. В Вашингтоне нашли новый способ остановить ракетные испытания КНДР. Будут точечно бить санкциями по тем, кто хоть как-то сотрудничает с режимом КИМа. Причем добраться пообещали не только до стран, но и до отдельных граждан. Кого возьмут под колпак, узнаем от Дмитрия Анопченко. Вашингтон демонстрирует, готов к военному решению проблемы. Америка показательно перебрасывает в западную часть Тихого океана свои авианосцы. Седьмой флот США в этом районе уже три ударные группы насчитывает. Получив сейчас подкрепление авианосец Теодор Рузвельт, крейсер и три эсминца, оснащенные ракетами. Но параллельно, хоть и незаметно, действуют и финансисты. И этот удар может быть даже серьезнее, чем ракетный. Американское казначейство решило вычислять всех тех, кто сотрудничает с КНДР. Мол, если санкции против Пхеньяна недостаточно эффективны, что ж, значит пришло время персональных санкций. В Саудовской Аравии, где сейчас проходит форум по глобальным инвестициям, и собрались ведущие бизнесмены, министр финансов США Стивен Мнучин предупредил мир. Осторожнее, все на контроле. Месяц назад Дональд Трамп дал им право на жесткие меры в отношении тех, кто помогает КНДР. Теперь у нас есть возможность приостановить корреспондентские счета и заморозить активы любого иностранного финансового учреждения, которое заключает крупные сделки с Северной Кореей или как-то с этим связано. Сделать это будет несложно, учитывая, что вся финансовая система устроена так, что подавляющее большинство валютных сделок осуществляются как раз через курс счета в американских банках. Под контролем окажутся и граждане, которые ведут бизнес с Северной Кореей, или как-то связаны с фондами и компаниями, зарабатывающими деньги для Ким Чен Ына. В Вашингтоне намерены лишить северокорейского диктатора валютных заработков, которые он тратит на ракетные исследования, и готовы пополнить санкционные списки именами всех тех, кто, зарабатывая сам, позволяет и Северной Корее строить ракеты. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Зависимость от независимости. Два решающих дня для Каталонии. Президенты этого испанского региона ожидали сегодня окончательного ответа, собирается ли он провозглашать независимость или нет, но снова не дождались. А вот Мадрид теперь уж точно намерен сказать свое веское слово. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Максимальное напряжение, страх и неопределенность. Заголовки в испанской прессе отражают ситуацию в Каталонии. Местные жители гадают, чем закончится сегодняшний день. И прогнозы неутешительны. Похоже, что произойдет лобовое столкновение поездов. Мне очень жаль. Мы идем к худшему из возможных сценариев. И главное, что мы сами виноваты. Уже с раннего утра у парламента усиленные наряды полиции. Здесь созвали внеочередное заседание, на котором президент региона должен огласить, каким же будет будущее Каталонии. А в это же время на масштабную акцию собираются студенты. Они не пошли на занятия, чтобы своим присутствием подтолкнуть лидера к принятию решения. Мы собрались сегодня, чтобы призвать каталонское правительство воплотить в жизнь решение, принятое 1 октября на референдуме, и провозгласить независимость. Время пришло, и люди не будут больше ждать. Карлос Пучдемон вчера до поздней ночи. И сегодня с утра проводил консультации с министрами. До последнего оставалась загадкой, каким же будет решение каталонского президента. И в любом случае оно бы оставило многих недовольными. Радикальный шаг провозглашения независимости еще больше разозлит центральную власть. А любое другое решение разочарует сторонников отделения. Но Карлос Пучдемон поступил еще более непредсказуемо. Лидер Каталонии вообще отменил свое решающее выступление. Потом передумал и все-таки появился перед журналистами, чтобы не сказать ничего конкретного. Моя ответственность заключается в том, чтобы исчерпать все возможности в поиске политического решения конфликта. Я был готов сообщить о досрочных выборах в парламент Каталонии. Но мы не получили адекватных гарантий от Мадрида. Теперь все внимание переключается на Мадрид. Завтра там состоится заседание Сената, где будут голосовать за применение 155-й статьи Конституции. Согласно которой правительство Каталонии будет отстранено, а регион лишится автономии и перейдет под контроль центральной власти. Цель применения статьи 155 – возобновление закона. Ведь все хотят жить в стране, где действует закон. Пока в регионе царит смятение. Одни призывают выходить на бессрочную акцию в поддержку независимости. Другие рады, что ничего плохого не произошло. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Креативная жилищная афера в Черкассах. У женщины, у которой не было близких родственников, но была двухкомнатная квартира в центре города, после смерти вдруг появился сын. Его, правда, никто не видел, но квадратные метры он успешно продал. Как провернули эту схему, выясняли мои коллеги. На этих кадрах местного телевидения спасатели вскарабкиваются по лестнице, чтобы попасть в квартиру в центре города. Здесь жила Елена Сергеева. Работала преподавателем. Несколько дней не выходила на связь, и коллеги начали тревожиться. Оказалось, Елена Сергеева умерла в июне. Спустя четыре месяца Таисия Тереченко продолжает оплачивать ее коммунальные счета. Близких у женщины не было, но совсем недавно оказалось, что они есть. Сосед Елены рассказывает, что после ее смерти квартиру опечатала полиция. Там остались все документы покойной. Ключи были у следователя. Владимир уверяет, не раз видел неизвестных, которые наведывались в квартиру. В августе эти печати периодически срывались, я их подклеивал. А в начале октября в этой квартире появились квартиранты. Начали вывозиться вещи. То есть мы задали им вопрос со старшим дома, что происходит. Они сказали, что квартира снята через агентство. Чтобы выяснить хоть что-то о новых собственниках жилья, мы связались с риэлтором, с которой общались соседи Елены Сергеевой. Девушка оказалась весьма неразговорчивой. А Лессию я могу услышать? Да. А кто спрашивает? Мне посоветовали и дали ваш номер как риэлтора. Вы вообще куда звоните? Я не знаю. За последний месяц квартиру Елены Сергеевой дважды успели передать из рук в руки. К нам попали документы, которые подтверждают махинации. Еще в 2012 году, когда Елена Сергеева была жива-здорова, ее якобы сын Виктор Литвиненко через суд получил права наследства на жилье. Вот решение суда, где четко сказано, Сергеева Елена Борисовна умерла 21 июня 2011 года. Затем сын за долги передал недвижимость некой Елене Каноненко, а та в минувшую пятницу продала квартиру третьему лицу. Узнать об этой истории что-либо в полиции сегодня нам не удалось. За отсутствием состава преступления, производство о смерти Сергеевой давно закрыли. Данное решение принимал следствие и погоджевал с прокуратурой. Я понимаю, что следствие было подставлено на закрепление данного криминального проведения. Следствие, которое было по данной справе, на всяком случае данный участник уже не работает в нашем подразделе полиции. Правда, после заявления о незаконном завладении жильем от подруги покойной Елены Сергеевой в полиции открыли новое производство. Но чем закончится эта история с квартирным вопросом, пока неизвестно. Ольга Клюева, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Пошел на третий срок. Марка Рютте вновь назначили главой правительства Нидерландов. Торжественную церемонию сегодня провел король Вильям Александр. Переговоры о коалиционном правительстве между четырьмя партиями продолжались рекордные 208 дней. И сегодня вечером министры впервые собрались на заседание. Рютте бессменный глава правительства Нидерландов с 2010 года. Кто самый богатый монарх Европы? Во сколько обошлись похороны короля Таиланда? И как далеко можно улететь на гелиевых шариках? Об этом не только в нашем обзоре. Правитель Лихтенштейна Ханс Адам II оказался самым богатым монархом Европы. По данным информагентства Bloomberg, его состояние почти 4,5 миллиарда долларов. Но вот в мировом рейтинге король карликового государства на 444 месте. Причем королева Великобритании в сравнении с Хансом Адамом почти беднячка. На счетах Елизаветы II всего лишь 380 миллионов долларов. Монарх Лихтенштейна – собственник крупного банка, который обслуживает очень состоятельных людей. В Бангкоке продолжаются пятидневные похороны короля Рамы IX. Он умер еще год назад, но по традиции траур длится до сих пор. Сегодня тело монарха кремировали. Попрощаться с правителем пришли почти 12 миллионов жителей страны. Также приехали представители 40 государств. К похоронам готовились, проводили репетиции. Специально построили золотой храм для кремации. В церемонии приняли участие 5000 военных. Организация ритуала обошлась в госказне в 90 миллионов долларов. 10 человек травмированы в результате ДТП в американском штате Мэриленд. Машина врезалась в здание ресторана, когда там ужинали 30 человек. Видео с камер наблюдения показало момент удара. Авто пробило стену и въехало прямо в барную стойку. Несмотря на то, что там сидели люди, никто из них не пострадал. Полиция выясняет причины аварии. Британец Том Морган поднялся в небо с помощью гелиевых шариков. И так совершил полет над Южной Африкой. Сотню шариков он привязал к обычному креслу и преодолел по воздуху 24 километра. Поднимался на высоту до 2 километров. Готовила полет целая команда. Идею позаимствовали из детского мультика «Вперед и вверх». Там на гелиевых шариках летал жилой дом. Американскую ведущую Натали Тисдейл стошнила в прямом эфире. Журналисты телеканала в Денвере решили попробовать чипсы с самым острым сортом перца в мире. В итоге проверка продукта закончилась тем, что Тисдейл стало плохо. Ведущая даже залезла под стол. Видео стало популярным в США. Все, кто пробовал продукт, написали, что без воды есть такие чипсы невозможно. Это все новости на сегодня. Завтра итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я прощаюсь с вами до субботы. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok